здравствуйте продолжаем tutor по деланию стрейч и к с управляемой коленкой и дампингом или как сейчас мне подсказали модное название софты к собственно дампинг это софты к на чем мы остановились так мы продолжаем если помним что мы сделали в те разы сделали вот это вот стречка с управлять с управлениями всякими и сделали вот такую вот управляемую коленку которая работает вместе с этими всеми делами то есть независимо от колена самого сустава и еще можно поуправлять хорошо и сегодня сделаем дампинг или софты к так вот наша конструкция в тот раз когда мы делали я предложил это все дело попрятать дополнительные всякие кости но сегодня мы их снова проявим мы будем улучшать уже существующую нашу систему так это проявили и вот эти вот сколько я помню у них было драфт стайл бон и вот это пусть будет бон хорошо и так что такое вообще софты к что это за идея такая часов ты к представьте вот разгибается предположим сустав известная проблема это щелкающие колени ну понятно откуда это берется потому что небольшое небольшое удлинение вот при полностью разгонутом колене и большое удлинение сустава порождает вот такое вот очень сильное выпрямление ну понятно это из треугольной формы берет а представьте на секунду что если допустим где-то вот здесь предположим начиная с какого-то такого положения из такого неважно коленка вела бы себя вот так вот это вот выпрямляется а это как бы немножко раз отстаёт и потом зависимости от дальнейшего удлинения так чик плавненько возвращается то есть где-то вот здесь где-то вот например вот из такого начиная с такого положения сама вот это вот коленка она ведет себя не так как вот вершина треугольник вела бы себя при длине а вот где-то вот отсюда она начнет себя немножко вести по другому закону по линейному предположим давайте попробуем это сделать так что тут у нас и мы поэтому создадим еще одну вкладочку на нашим любимым это но дети 3 и назовем ее допустим вычислитель для дампинга допустим и так в чем основная мысль предположим давайте сделаем вот такую вот штучку которая нам немножко облегчит понимание происходящего вот выделили вот эту нашу коленку и естественно да вот этого управления вот это вот она бы висела на вот этой вот коленки только не на ней а вот на той группе которая выше нее ведь сейчас она на транслейте на point constrain а приделана просто вот к нашему базовому вот этому и к который там внизу вот он такой красненький а нам нужно чтобы нас немножко по-другому вела но предположим сделаем вот что эти видели эту группу выделили вот эту косточку это исключительно сейчас в иллюстративных целях ход рассуждений многие спрашивают зачем я так все подробно рассказываю дело в том что лично я считаю что полезнее даже не столько конкретные показ как надо сделать сколько объяснения то есть если человек понимает что нужно сделать он худо ли бедно ну как шанс на то что он сообразит если он не понимает то малейшее расхождение с планом и все и ничего не не получается потому что не понимает что происходит суть и так что там у нас она двигается по оси x предположим и вот завяжем translate x вот этой группы нашей с транслейтом x joint что будет вот она видите ездит все время под нами вот под под коленкой вот эта косточка начинает ездить все время под коленкой и теперь создадим локатор локатор русский язык и затащим его в эту коленку и вот видите он ездит вместе с коленкой хорошо давайте сделаем побольше а теперь так но это нам не нужно это нам не нужно дам мы ее попрячем пока нам понадобится только локатор на те представьте это чистый ход рассуждений так мы сделаем предположим такую штуку как возьмем с это раньше где у нас очень кстати полезно это очень мне нравится с это раньше позволяет всякие такие штучки удобные делать и так предположим да блин раскроем все и теперь возьмем из вот этих вот вот возьмем вот эти вот параметры сейчас где-то прям корень distance этот как мы помним корень distance это та которая пока собственно вот текущее расстояние между локатором вот этим вот заметьте вот локатором вот видите он меняется постоянно и нулем возьмем корень distance его возьмем предположим но предположим максимум рейдж и давайте их сюда подгрузим и сделаем вот как текущая дистанция то у нас будет переменная в пределах от максимума старым вот от максимум рейдж а если помню максимум рейдж это вот наш рейдж со всеми дампингами и со всеми стречами очень максимальный который мы можем удлинить в зависимости от этого коэффициент и в пределах от нуля но минимум это у нас остался 0 мы его поставили 0 old min 0 old max это максимум рейдж и предположим вот такая а здесь мин макс мы поставим предположим я не знаю 100 и 0 наоборот минимум у нас будет 100 а максимум 0 это исключительно в люстративных целях показ покажем суть происходящего и теперь out x вешаем на что там у нас это translate y а вот это вот поперечные translate y вот она у нас ведь ускакал куда теперь смотрим что получается смотрим ну давайте даже вот так сделаем чтобы было понятней перевернем по значению это вот мат как я уже не раз говорил это подсказываю чтобы писали что за операция там внутри лежит так удобно и здесь multiply домножим на минус единицу это значение и уже его заведем это чтобы у нас было в обратную сторону потому что у нас эти все дела лежат отрицательных координат и так смотрим что и собственно хочу показать вот мы ведем и видим видите вот эта штучка локатор он начинает ехать плавненько так по линейному закону ну тут сотня как-то многовато а давайте мы вот заведем как-то поменьше допустим 20 нет 25 30 нет 32 мы предположим представьте вот предположим вот представьте у нас такая вот как бы коленка на секундочку представим что вот до какого-то вот этого момента давайте еще сделаем так 20 чтобы было понять где-то до какого-то вот такого предела то блин дать еще раз подберем это был 20 25 о почти точно смотрите вот здесь она себя ведет даже коленка от группу этой коленки вот эта группа она ведет себя как инверсная кинематика как бы приделана к вот этой в базовой вверх на кинематике а где-то быть может начиная вот отсюда вот начиная отсюда она начинает вести себя как вот этот локатор ведь это и базовая вершина кинематика уже стукнула это выпрямился щелкнула а это если бы она у нас была здесь медленно видите тянется и хоп и доходит до нуля как раз когда мы доходим до максимум range как бы теперь вот это так сделать как бы вот так подцепить ну чтож давайте подцеплять во-первых что нам нужно для расчетов ну естественно надо что-то рассчитать что давайте определимся еще такой момент что нам с какого момента чтобы она будет у нас являться как бы ну естественно мы же хотим вот этот параметр с какого у нас вот это вот управление софт и камнем же допустим не захочется допустим где-то здесь делать а вдруг я захочу где-то тут подключать вот надо как-то с чем-то управлять ну естественно давайте создадим этот параметр назовем это предположим не знаю пока еще не знаю как назовем вот создали вот эту переменную поменьше не сделать маловато окошечко тяжело ездить по нему в каких величинах его мерить то есть что у нас будет отправным естественно так это у нас все масштабируется и двигается вот здесь как-то дистанции наверное какие-то не очень подойдут естественным образом напрашивается это угол между вот этим вот этими двумя палочками биржу этими двумя костями этот угол и угол например вот смотрите вот здесь то вроде как уже нормально чтобы он линейно работала это где-то 90 градусов да а это вот естественно угол будет равен 180 градусов то есть и создадим значит это будет у хоть и угол будет и назовем его тогда вот это вот угол альф допустим англ 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 коэффициент прекрасно и зададим ему сразу значение давать прям вот отсюда 90 пусть будет под 90 градусов так так соответственно что нам нужен для этого вот как нам рассчитать то есть он должен угол 90 градусов а здесь видите он с трениндж должен он вот это вот вот это вот высоту высоту мы должны узнать посчитать вот этого стоит это треугольник вот это вот так нам это в общем то пусть пока побудет но вот это вот представьте это треугольник вот как бы мы не повернули нашу систему это видите это вот треугольник все время треугольник то есть что нам нужно нам нужно узнать по сути зная одну сторону зная вторую сторону это у нас если не ошибаюсь это вот эти вот у нас лент 1 лент 2 давайте их тоже запихнем они нам будут нужны в расчетах зная лент 1 лент 2 и зная угол потому что мы будем предустанавливать мы будем ставить его скажем при 90 градусов начинает стричься ой дампится нам надо что посчитать нам надо во первых найти вот эту сторону треугольник вспоминаем геометрию за пятый класс вообще очень интересно кстати лирическое немножко отступление 90 где-то 95 даже может быть больше 99 процентов всех задач которые решаются по анимации по анимационным системам и так далее они все лежат в пределах средней школы то есть вот до там не знаю до 8 9 10 класс все вот это вот все вспоминаем особенно много по геометрии прям за 5 класс вот все бери треугольники и так далее вот удивительно вот она школа пригодилась наконец-то учите школу так хорошо собственно нужно узнать по двум сторонам и углу треугольника нужно узнать его следующую сторону и нужно узнать высоту видите вот это вот вот это как раз дистанция который мы тут считаем это высота вот это уже треугольник как нам это сделать поможет если кто хорошо помнит геометрию может пытаться сделать сам а я на гуглил просто набираешь на как найти сторону треугольника по двум сторонам и углу между ними предположим и потом как найти высоту треугольника по двум сторонам и углу между ними и так это в общем то так не очень-то сакральные знания которые не сложно найти но там их конечно да и кстати очень много их такого там так что сделаем нам нужно теперь это просто вычислить как это сделать можно конечно можно конечно это все построить вот этими нодами плюс минус там бла-бла-бла кстати тоже не факт потому что нам нужно будет синусы и косинусы поэтому делаем вот что мы создаем идем сюда windows animation editor expression editor нам надо создать expression expression не знаю как мы зовем ты на вычисление параметров треугольника create вот у нас где-то должен появиться вот он и назовем его треугольник кулеет предположим вот у нас появился так учета вот у него связь такая дурацкая хорошо а ну да правильно же выделил это так что из себя представляет давайте сделаем вот как мы напишем вот примерно так нам известна сторона но треугольник вот это будет а б сторона вот эта сторона c вспоминаем школы это угол альф нам нужно его задать можно конечно явным образом сейчас братья затаскивать вот сюда вот эти все связи треугольник вот сюда давайте шел атрибут как же все это мелко мелко хоботов давайте оттащим пока вот на импуты можем накидать вот это все но мы пока делать так не будем мы сделаем вот таким образом а эта сторона а присвоим ей инпут вот это вот точка и скобочках 0 это какой инпут то есть представьте есть вход-выход вот этот импут это импут это вход вход в экспрессион им мы создаем что то что будет на экспрессион 1 это и есть вот это вот некая переменная а кстати очень удобно сделано это моя не нравится соответственно б равно . input 0 ой 1 а а а англ англ равно точка input большая буковка обязательно кстати не забываем 2 а а пишем теперь то есть сюда мы зададим abc ой углы стороны а.б. и угол между ними так и теперь c но я не буду вас утомлять вы не сами найдете если что как находится сторона треугольника по углу между ними ну если вам действительно это интересно это квадратный корень скул артэ ой пардон равно скул артэ от овов это степень а а запятая 2 это вторая здесь квадрат плюс давайте вот это вот а квадрат плюс б квадрат знакомые да какие-то звучания уже а квадрат плюс б квадрат минус 2 умножить на а умножить на б умножить умножить на б умножить на б умножить на косинус но не просто косинус косинус d косинус d это значит что входящий параметр что вот это это в градусах потому что обычно если просто написать косинус это будет в радианах ну то есть пи пополам и так далее нам нужно в градусах потому что мы будем знать градус косинус косинус n косинус косинус от угла косинус от угла то есть квадрат и корень из а квадрат плюс б квадрат минус 2 а б умножить на косинус альфа классик школьная программа аж прям реванной повеял так давайте и вот это вот находим высоту ой ходим сторону сторону c а здесь мы значит сейчас будем находим высоту треугольника опущенную на сторону c это для наших этих как сказать для просто чтобы понимать что происходит если кто не в курсе вот двойной слэш это значит комментарий так и соответственно h высота она будет равна а умноженное на b умноженное на синус альфа а умноженное на b умноженное на синус альфа и деленное на c ой ценители скажут что эту по моему лишнюю скобку поставил ну блин я не рискую потому что вот этот это числитель а вот этот знаменатель я собственно не хотел бы узнавать в каком порядке там оно будет считаться это все а умножить на b и вот этого поделить или там вот так не знаю поэтому на всякий случай в скобках да можно делить на c и теперь мы должны это выдать куда-то наружу и тут вот маленький маленькая хитрость есть сейчас покажу как наружу output 0 присвоить значение параметра c некой переменной c ну с которой у нас есть и соответственно output 1 присвоить значение h точка запятой ctrl-a ctrl-c на всякий случай вдруг мы ошиблись он сейчас ошибку выдаст и все и это может исчезнуть edit опа сработало и видите кстати ой где там она а вот triangle да вот она сработала в чем хитрость это такая вот тонкость которую ну не сразу поймешь если вот все эти люди которые работали с экспрессионами они знают они знают что то как бы это сказать экспрессион высчитывается каждый кадр то есть когда у нас вот так идет по таймлайну мы что-то например тут поменяли ничего не изменилось ничего не пересчиталось поменяли кадр и экспрессион пересчитался и у нас там все встало то есть применение его не совсем интерактивно если мы тут будем что-то здесь двигать то не факт что она будет работать экспрессион но это справедливо только в том случае если мы из экспрессионов такая тонкость но это для ценителей если мы из экспрессионов ссылаемся непосредственно на имя если бы мы написали не вот это вот равно c а если бы написали например locator 1 translate x равно c то есть если бы мы вот здесь но output и или там но это если бы дано output и у нас не было бы вот такой прямой связи нодовые вот этой вот вот это вот output если бы не было он как нодовая связь сейчас я объясню что значит нодовая связь так мы edit нажали все закрыли обязательно обратите внимание нажали закрыли потому что если мы вот закрыли видите она связь снова появилась потому что она там это ладно и вот давайте сторону а запихиваем input 0 если мы помним сторону b input 1 угол альфа на input 2 так а на output мы таки создадим еще одни назовем это это констант это перемена на самом деле это константа конечно допустим назовем эту сторону c ну мнимая сторона c мнимая сторона c и еще одну создадим это высоту х х старт уже я висота руси я мисп várias миспики на руси ж рулид хорошо И выкидываем output 1 на мнимую сторону C, output 1 на стартовую высоту. И вот смотрите, если мы сейчас зайдем в него и выберем. Видите, у нас никаких output уже тут нет. На них назначилась именно непосредственно вот эти вот ноды. Так вот, если у вас занят таким образом input и занят таким образом output, обе, и входа и выхода, то у вас вот эта вот expression начинает работать, апдейтиться не в каждом кадре, а вот по требованию, ну, как вот обычные ноды. Хорошо, ладно, если это лирика была. Так, ну хорошо, вот мы, собственно, посчитали. Давайте посмотрим, что там правильно ли. Вот немая сторона 36, эта сторона C, это 20, 30, а эта 36. Смотрим. 38. А почему? А, ну правильно, блин, при угле это 90 градусов. Тьфу ты, я уж прям перепугался. Это не интерактивная штука, это вот... Да, фу, я сам запутался. Это же мы предустановленную, то есть при угле 90 градусов у нас вот эта сторона C будет равна 36 градусов. То есть нас не интересует конкретная дистанция, конкретная сторона C, а именно расчетная. Вот. И, соответственно, стартовая высота, эта вот высота, вот эта вот, она будет равна, ну, какому-то такому параметру при соотношении 20, 30. Чуть не перепугался. Бывает. Так, дальше. И вот наша вот любимая, вот эта вот часть, которую мы делали. Вот она нам пригодится. Итак, что в ней? Что в ней, что в ней, что в ней, что в ней. А в ней вот что. Так, 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 current distance, ой, блин, current distance у нас, естественно, по-прежнему здесь. Old max, это у нас максимум range, да. На минимуме у нас, а вот на минимуме-то у нас как раз висит не что иное, как... Давайте так. То есть, при промежутке, который начинается от вот этой вот стартовой стороны C, которую мы посчитали, мнимой стороной C, до максимального range, наша высота, наша вот эта вот, вот эта вот, расчетная, будет меняться от расчетной высоты, от стартовой высоты, до нуля. И вот мы берем минимум. Мнимая сторона C. Стартовая высота ставится на минимальный параметр. Ой, блин, пардон, не сюда. Old min, сюда. Стартовая ставится на минимальный параметр. То есть, высота будет расти в обратную сторону. То есть, range будет расти, а высота будет убывать. Ну, логично. До, 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 до. Макс, да, до максимум 0. Хорошо, смотрим. Вот у нас высота, вот, вот тут у нас угол 90 градусов. Смотрим. Это, ой, блин. Блин, сейчас погодите. Он поточней. Видите, он ездит и стоит на месте. И начинает двигаться, кстати, вообще только вот от сих. Вот мы достигли вот этого 90 градусов. Длина какая там 36. Что-то там вот где-то, да, вот здесь мы совпали. И вот дальше мы продолжаем двигаться. А вот это у нас начинает просто линейно убывать. Хорошо. Теперь. Собственно, дело за малым. А как нам теперь переключить-то? Как нам теперь переключить вот это все хозяйство? И тут мы создаем... Создаем еще одну... Блин, места-то уже нету. Создаем еще одну ноду. Ой, не ноду, вкладочку. Назовем это условия... Перепереключения дампинга. Условия переключения дампинга. И нам для этого понадобится... Соответственно, группа. Ну и, естественно, кого мы будем переключать? Вот эта группа, которая у нас в коленке. Понадобится... Понадобится... Понадобится Point Constrain. Которым коленка приделана к нашей базовой ИК. Его запихиваем. Видите, она как-то сложная взаимосвязь тут эта. Потом... Что понадобится-то? Что понадобится-то? Понадобится, да. А! Да, пардон. Тут еще момент один забыл. Давайте мы вот это хозяйство... Это все сделал, да. Молодец такой. Это же... Давайте произведем еще вот это вот сюда. Вычисленная высота. Калькуплейтед. Вычисленная высота. I'm good. Speak in English. Так, хорошо. Вот наша, собственно, высота. Которую мы рассчитываем теперь. Этот у нас теперь рассчитывается каждый раз. Ну, в общем, сдвигаем. Она, собственно, и двигает наш вот этот. Будет дампить. Так, вот она нам нужна. Потом нам понадобится, наверное... Current Distance. И где наша любимая мнимая сторона С? Ну, да. Запихнули. Сейчас мы объясним. Итак. Point Constrain. Смотрим, как он вообще устроен. Мы хотели бы управлять, естественно, вот этой вот... Группой... Затранслейт Y. И смотрим. У Point Constraina вот это вот. Constrain Translate X, Y, Z. Вот они в соответствующие каналы приведены. То есть нам нужно в какой-то момент времени подменить вот это на нашу вот калькулятору высоту. Все. Как это делаем? Ну, так напрямик мы не можем уж правильно. А что, кстати, давайте попробуем подменить. Что будет? Хоп. И смотрим. Вот наша, видите, она просто ничего не делает. И оп. А вот здесь уже начинает вести себя так, как надо. Вот где-то тут мы будем подменять. Клево же? Хорошо. Теперь. Давайте и вернем назад. Она работает как надо. Хорошо. И в этом нам поможет такая штука, как условие. Если. Condition. То есть, ну, как бы, если. И это условие если звучит примерно так. Если. Давайте мы будем это вешать на Translate Y. На канал Y. Если. Текущая дистанция. Если. Текущая дистанция. Вот первое условие. Вот смотрим. Если. Первое условие текущей дистанции. Больше или равно. Больше или равно. Чем второе условие. А это мнимая сторона С. То есть, когда мы превысим эту сторону. В расчетную. То. Если да. То. Вот это вот. Будет равняться. True. Калькулятор высоте. А если нет. Она будет равняться. Собственно. Вот этому высоте. Расчет. Рассчитанной. Из. Constraint. Из. Из Point Constraint. И соответственно. Выводим. OutColor. G. На. Translate. Y. Ба-бам. Посмотрим. Работает ли. Смотрим. Здесь она работает. Как инверсная кинематика. Давайте покрупнее. Нифига ж. Небось на видео еще видно не будет. Уже пережмется. Давайте еще и повернем его. Чтобы было видно, что мы повернули. Смотрите. Работает как инверсная кинематика. А где-то вот тут. В этом моменте не совпали. Хоп. Она едет плавненько. Это уже наша ИК щелкнула давным-давно. Тут она хоп. Продолжает плавненько. И до. До самого полного выпрямления. Видите как ведет себя, да? Хорошо. То есть мы это сделали. По сути. Теперь. Нам вот этот локатор. Он нафиг не нужен. Он нам был нужен исключительно для. Иллюстративных целей. Хода рассуждений. И соответственно вот эту связь. Тоже. Break connection. Дену там. Блин. А нам тоже не нужен вообще. Break connection. Break connection я сказал. Ага. Вот все. То есть вот он нам не нужен. Свободно висит. Так. Хорошо. Но это еще не все. Так. Условия переключения дампинга нам уже больше не нужно. И теперь. Нам. Хорошо бы еще и ввести такой парамет. А вот давайте кстати порулим. Где вот мы наш вычислитель для дампинга. Вот давайте поменяем этот угол. Допустим с 90 на допустим 120. Смотрим. То есть вот он ездит. Хоп. И вот где-то вот уже с угла 120. С 120 он начинает. До этого он ведет себя как ик. Дальше вообще линейно. А давайте еще поменяем. Не 90 допустим. 60. Смотрим. Вот тут он себя ведет как ик. А начиная с угла между вот этими 60 градусов. Он начинает. Видите вот прямо аж отсюда линейно пошел. Хорошо. Так давайте пока вернем на 90. Итак. Зачем я остановился. А. Да. И вот теперь хотелось бы знаете еще такой параметр ввести. Ну раз уж сама судьба нам подкидывает. Грех не воспользоваться. Я хочу. Чтобы была возможность. Сделать еще и так. Нога. Выпрямилась еще не полностью. Ой вытянулась еще не полностью на максимальную длину. Инверсная кинематика бы уже. То есть позже чем обычная инверсная кинематика. Но все таки пришла. В ноль. Тоже по линейному закону. Но раньше чем выпрямилась нога. Чтобы она так выпрямилась. И потом мы могли еще немножечко ее. Отстретчить уже прямую. Так. Как нам это сделать. Ну во-первых. Первым же делом. Нам нужно ввести. Допустим еще одну. Переменную. Которую мы будем устанавливать. На локаторе. Вот на вот этом вот объекте. Назовем это. Полный выпрямленный ноги. Full straight. Full straight. Коэффициент. Коэффициент полный выпрямленный ноги. Соответственно. Что в чем фишка. Если мы вот это вот max. Сейчас у нас награничен максимум range. Представьте мы это прибили. И поставили сюда не. Максимум range 100. А мы поставили. Максимум range допустим 80. То есть немножко больше чем максимум. Ой больше чем. Просто выпрямление без эконом. Меньше чем максимум. И вот смотрим. Много пинч. Выпрямилось. И еще может немножко отстречиться. Тоже видите. Она мягонькая такая получилась. Мягонькая. Выпрямилось. И еще немножко потянулось. Классовый. Классовый ведет себя отлично. То есть нам вместо максимум range. Нужно что-то подвести другое. Какую-то другую. Соответственно. Первое же что. Приходит в голову. Это умножить. Домножить на вот это. Вот нам на максимум range. Допустим он мы в этот полный коэффициент мы у нас он будет от нуля до единицы. То есть ноль у нас работает. То есть выпрямляется на максимум прям вот тут же прям. Только еще не достиг. Только только достиг вот этого. Как сказать. Выпрямление ик без стреча. И она уже так же выпрямится. И дальше будет стречиться. Единица. Это у нас максимальное вот это вот. Максимальное вытягивание. Выпрямление. Максимальное выпрямление ноги. Только тогда уже будет в ноль приходить. То есть от нуля до единицы. Ну можно и больше. Но где-то как-то в таких параметрах. Поставим. Предположим 0,5. То есть допустим мы хотим домножить это все. Давайте сделаем. Мы пишем mult. И скажем multiply. Но. Проблема-то в том. Допустим. Сейчас мы допустим. Нам домножили, перемножили. И вот сюда. На max. Помним на max. Домножили на единицу. Ой. Поставили единицу. Тянем. Видите она ведет сюда. Выпрямляется. Хорошо. Поставили 0. Что будет? Вот она. Видите? Хрень какая-то ведет. Ну правильно. Она только достигла этого расчетного вот этого расчета мнимой C. И сразу домножается на 0. Херак и все. И понеслась. Лажа полная. Не годится. Что же делать? А 0,5 как она будет себя вести? Например так же кстати будет себя вести. А вот 0,5 она как-то вот видите еще более-менее нормальная. Но как-то все равно не то. Что же делать? А делаем вот что. Кто-то кстати на этом бы остановился. Но мы же хотим. Мы же работаем. Я вот например всякие вот такие. Мне тоже время-то ими скидывают. Что мол ты делаешь то же самое. Что вот. Всякие ноды вот делают на которые тоже в софт ИК. Но там видно что делают программисты. Они делают крайне неудобно для конечного юзера. Я не знаю. Они конечно молодцы. Там все нодами. Ой. Этими. На C++ написано. Все может быть шикарно. Но блин. Это делается для каких-то. Точно программисты сами руками тут не работали. Не хватает юзер-френдли. Так называемого. Так. Ладно. Это лирика, лирика, лирика. Что мы делаем? Нам нужно собственно вычленить этот кусок. Из вот этих наших дистанций. Нужно вычленить кусок на котором мы будем рулить. Делаем это так. Берем Total Range. Total Range это наше максимальное удлинение. Где у нас Total Range? Total Range, Total Range, Total Range. Вот Total Range. Total Range. Минус. Сабтракт. Из максимума рейнджа Вычитаем Total Range. Тем самым мы получили Как бы это сказать-то Величину насколько превышает у нас Разница между нашим Максимальным выпрямлением Обычного ИК без всяких стретчей. Насколько максимум рейндж больше чем Собственно вот этот промежуток На котором должна будет действовать Этот коэффициент Вычитаем Ну собственно получаем этот промежуток Домножаем его На наш На наш вот этот На наш коэффициент И Суммируем его Это промежуток Суммируем А, Д, Д Да, блин А, Д, Д И суммируем его С нашим Total Range Давайте вот так Покрасивее Как мы сделаем Вот И суммируем его С нашим Total Range Собственно Что мы тем самым получили Если мы Коэффициент Введем 0 У нас Вся вот эта наша Трихомудия будет Равна Total Range Если мы введем Коэффициент Единица То вся эта наша Трихомудия Будет равняться Максимум Range Outfloat Old Max Смотрим Ввели единицу Как это должно работать? Дивери 0 Так, и дампинг, кстати, еще тоже где-то у нас дампинг Angle Alpha коэффициент Поставим близкий Сейчас, погодите Поставим его 179,9 градусов Нельзя 0, потому что делится там потом на эту высоту Это не есть хорошо Нам максимально близко, смотрим При этих параметрах это должна быть просто обычная инверсная кинематика Инверсная кинематика с икостричем То есть как бы у нас нету вообще этого ничего Прекрасно, получили то, что хотели Так Так, 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 так Ну и все Собственно все Теперь осталось малое Где тут наш Где мы тут присвоение атрибутов занимались Помните? И нам теперь вот отсюда нужно взять Наши вновь добавленные атрибуты Это FullStrike коэффициент И AlphaAngle коэффициент Собственно они будут заводиться И управляться тоже отсюда Присвоение атрибутов Альф плюс Добавили Давайте FullStrike, AlphaAngle Его последние пределы Теперь Выделяем наш любимый локатор И добавляем Edit A, D, D, Attribute И Что там у нас FullStrike LongName Допустим Как мы назовем Ну так назовем FullStrike Мы же думаем о наших Заокеанских товарищах Которые говорят не на русском языке Так И тоже его displayable Дефолтный Пусть будет 0 Минимум 0 А максимум Пусть будет неограничен Потому что Может быть нам Вам захочется Сделать коэффициент 2 И тогда нога уже Полностью растянется И при этом еще будет полусогнутой Он типа так Какого-нибудь знаете ли Fiddlesticks В этом Здесь кто в League of Legends Сыграет Он там бегает на полусогнутых Почему? Нога будет и стречиться И все время полусогнутая Будет прикольно же Мало ли кому понадобится Так FullStrike коэффициент И Допустим Назовем это Softness Ну не будем Дампинг называть Это как-то слишком Softness Это Красивое Маркетинговое имя Softness 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 Displayable Default 0 Минимум 0 Максимум 1 То есть от 0 до 1 АДД И так Наш любимый FullStrike Коэффициент Соединяем напрямую А вот Softness Коэффициент Где он Блин Вот он Альфа Этот Который у нас должен быть Соединен с Альфа Энгл Тут немножко хитрее Дело в том Что здесь Он у нас В углах лежит От 90 до Почти 180 Я просто Ну не равно Ему И не хочу Вводить Вот эти Вот Если Там Это равно Тому То Ни к чему В ТАН Случит Ни к чему Слишком сложно Хотя вы можете Помните Как мы делали На Где-то там Такое же делали Было условие Если то То это Забудь Ладно От 90 до 180 Ну не делать же Вот здесь На локаторе Где вот мы Устанавливаем Вот эти все Настройки Софтность 90 180 То есть Реальные значения Какие-то Которые Здесь должны быть Нам то Мы хотим Чтобы здесь Раз Ноль Один Поставил И все И не паришься Один значит Полностью там Мягкий Какой Максимально мягкий Ой Ну да А ноль Это ИК Все Удобно Удобно Просто Понятно Как это сделать Нам поможет Наш любимый Сет рейндж Где он там Клмне Опер Резус Сет рейндж Естественно Он делается Вот так Фулл Софтнес Заводим на Олд Макс Минимальный Олд Макс У нас Значит Это будет Сейчас Дайте-ка Подумать Дайте-ка Подумать Максимальный Это у нас Будет Предположим Давайте 90 градусов Ой Пардон Ну да На выходе Это правильно На входе У нас От 0.1 Будет Значение Вот этого Правильно А на выходе Должно Вот быть От Сиф До Сиф А нулюз Будет Соответствовать Угол 179 9.9 Градусов 179 9 Градусов Почти близки 180 Но не равны 180 Потому что Если будет 180 То Если мы понимаем Высота Наша будет 0 И там А мы там Где-то делим На 0 Ну и нафиг Ни к чему Там такие Сложности Так А ну и Вот наш выход На Out Инфло Сюда Смотрим Так Ставим Softness 1 Видите Она максимально Мягкий А давайте Ка мы Сейчас у нас Начинается С 90 градусов Softness Full straight Допустим 0.5 Ой Full straight 0.5 А вот 1 Да Softness Видите Он отсюда Начинается А мы можем Давайте еще Ведем Не с 90 Градусов А аж Прям С 45 Градусов Пусть у нас 0 Будет равен 45 градусов То есть Вот Где там Вот это Да Примерно То есть Отсюда Будет Мягко Чтобы Была Возможность Отсюда Мягко Сделать Ну Собственно Все Видите Full straight Равен 0.5 То есть На середине Дистанции Будет Прекрасно По сути Мы все Сделали Так Мы сохраняем Это Не забываем Сохраняем Теперь Нам надо Давайте еще Вот такой Режим Смотрите Чем хорош В отличие От всяких Жалких Прочих Нодовых Которые По крайней мере Те Которые я видел Они в этом плане Не очень хороши У них нет Определенных Удобств Предположим 0 Scale Коэффициент 1 Ну То есть Это Сейчас Мы сделаем Дефолт Ик ФК Вот Который Без всяких Без Стрейджи Без Всего Ну Так 0 0 1 0 Вот Он Наш Рабочий ИК Вот Обычный Просто Обычный ИК А вот Теперь Давайте Софт Нас Сделаем На Единицу Что Будет Смотрите У нас Даже Ведя Себя Как Обычный ИК Она Все равно Немножечко Видите Вот Это Вот Большая Все равно Немножечко Мягонькая То есть Нету Вот Этого Щелканья Она Уже Заранее Стала Прямая Еще Мы Не Выкинулись Щелканья Щелканья Можем Сделать Поменьше Допустим 0 3 И вот Он Пожалуйста Идеальный Достаточно Параметр На Мягкую Ножку То есть Погрешность Которую Вы можете Себе Позволить Сделать В Анимации Гораздо Больше То есть Вроде И нога Не тянется И в то же Время Она Мягонькая Удобно Итак Что нам Нужно Дальше И теперь Давайте Переведем Это все В удобный Вид Удобный Вид То есть Вот Эту Все Шнягу Мы можем Спрятать Она Нам Не Нужна Вот Эту Шнягу Тоже Можем Спрятать Она Нам Не Нужна Вот Эта Спрятать Не Можем Потому Что Пропадет Визуально Вот Это Поэтому Мы Сделаем Нон Вот Здесь Драв Ставил Вуаля Наш Готовый Наша Готовая Инверсная Кинематика И вот Собственно К этим Костям Как я Показывал В первой Части Мы Цепляем Нашего Персонажа Смотрим Первую Часть Вторую Половину Там Показано Как Цеплять Управляемая Коленочка Кстати Заметьте Она Все Время Еще Вдобавок И Перпендикулярна К ней Можно Допустим Доспех Прицепить Тот Который Должен Делить Колено Пополам Ну Предположим Не Обязательно Но Бонус Вот Все Собственно На этом Все Кстати И вот Сюда Можно Вешать Предположим Дополнительно Какие Нибудь Кости Которые Внутри Руки Знаете Вот так Сгибают Как Нибудь Дополнительно И они Тоже Будут Скелиться И Подчиняться Вот Если Вот Сюда Вот Вы Запарентите Вот Сюда Соответственно Вот Вы Сюда Несколько Костей Сюда Несколько Костей Запарните Отключите Им Сегмент Scale Compensate Не забываем Смотрим Скелим Работает ли Это у нас Со скелами Вот Этой Наш Основной Абсолютно Одинаково Работает Ничего Менять Не нужно Красота Все Все Всем спасибо Что посмотрели Надеюсь Мои Всякие Объяснения Занудные Долгие Были Полезны Глядишь Кому Немчу Немчу В чем Поможет Хотя Б Ход Рассуждений В этом Нет Ничего Страшного Прием Всякие Пользуйтесь Сохраняем Все Всем спасибо Все свободно До новых встреч